Активисты, которые считают, что новый городской совет должен начать свою работу с следственных мероприятий и расследований преступлений старого горсовета, и это будет касаться части экологических проблем. То есть наши эксперты, они уже сегодня готовы помочь кандидатам от демократических сил разработать экологическую программу и предоставить доказательства тех правонарушений, которые имели место в действиях предыдущего городского совета. Олег Перекон, глава портсовета общественной организации «Зеленый фронт», Ирина Кончарова, член «Зеленого фронта», Артем Сосипатров, член «Зеленого фронта» и Андрей Цуканов, «Зеленый фронт». Я хотел бы для начала представить немножечко нашу организацию. Наша общественная организация возникла в 2050 году, во время противостояния, когда хочу защищать рекорд Борького от группы. Там планировалось построить дорогу, там планировалось построить целый квартал всевозможных квартир, и так далее, и так далее, различных учреждений. Дорогу, к сожалению, нам защитить парк не удалось, дорога была построена, но квартала, слова, там нет, и до сих пор как ковчане могут там отдыхать, и природа там все-таки сохранилась благодаря усилиям тысяч ковчанам, благодаря народу, что и людей. К сожалению, у нас было не так много, как хотелось бы, но все равно мы видели очень много хороших людей там вместе с нами. Образовалась общественная организация «Зеленый фронт», которая присутствует здесь, вот, координатор этой организации. Заместитель, я председатель координационного совета, мой завеститель, Саша Вагданис, завеститель председателя координационного совета Влада Нитиоса, координатора нашей организации, вы видите, за столом, это Андрей Суканов, Гера Вичарова, Артем Сосипатров. Ну, близятся выборы, депутаты местных советов, мэры, и перед выборами многие говорят различные лозды. Голосуй сердцем, голосуй мозгом, голосуй желудком, каждый по-своему. Но мы все-таки хотим, чтобы победил разум, и мы подготовили для будущих депутатов, для кандидатов такую шпаралку. Да, это наш наказ, наказ нашей организации, их членов, активистов, тем, кто будет баллотироваться, тем, кто собирается заниматься городской политикой в той или иной степени. Здесь есть направление, это то, что у нас, наша организация для меня неразначных людей разных специальностей, разных направлений, здесь у нас есть и врачи, и специалисты по транспорту, Артем Сосипатров, и врач, специалисты по воспитанию детей и так далее, экологи. И вот каждый свою составляющую внес в этот документ. Мы хотим сегодня презентовать этот документ и вообще рассказать о ситуации в экономике, в охране, в отдыхательской области. Это то, мы хотим, чтобы все избиратели поняли, чего надо требовать от кандидатов, по каких кристериям надо выбирать, чтобы нам было комфортно жить, чтобы наши люди меньше умирали от онкологических заболеваний, чтобы наш город был более экологическим и безопасным. Это вопрос, не вопрос праздности, знаете, празднуто хочется. Это вопрос, у нас нет другого выхода. Либо мы сохраним наше средное питание приемлемо для человека, либо мы уничтожим сами себя и свои будущие поколения. Я хочу, чтобы мы презентовали, над этим документом мы работали довольно долго, были жаркие споры. Я хочу, чтобы мы презентовали его части по тем направлениям, которые каждый готовил, отрабатывал, защищал на наших и координационных советах, и дискуссиях. Поэтому первым я хочу предоставить слово Артему Сосипатрову, чтобы он представил те части, которые идут первыми в этом документе. Спасибо. Я хотел бы сказать про вопрос развития инфраструктуры, в том понимании, которое вписывается в понятие сталого развития. То есть развития с оглядом на экологическую безопасность, на то, что наши ресурсы мы бы витрачали с оглядом на потреби будущих поколений. И одним из важных элементов инфраструктуры является инфраструктура транспортная. Но первым я хочу сказать про транспорт, хочу сказать про важность открытого доступа до генерального плану наших мест, вселенной Харківской области и, безусловно, и Харкова. Бо з недавних пір законодавство покращилося таким чином, що цей доступ є гарантованим для громадян у вільному форматі, окрім таємної частини генерального плану. Це означає, що за законом положення текстові генерального плану повинні оприлюдниватися відкрито на офіційному інтернет-сайті кожної військової ради і також графічна частина – те, що є відкритим, не таємним. Те, що таємним, то, звісно, не показується. Також громадяни мають і фотографувати, копіювати, знайомитися – це в коридорах міської ради. Але це не так просто все. Практично ці документи викладені лише в короткому вигляді, а те, що становить справжній інтерес для як харків'ян і мешканців інших міст, так і для інвесторів, це я хочу особливо підкреслити, все це доводиться витягувати лищатами з нашої міської ради. А на жаль, бо якби харків'яни були б знайомі з містом генерального плану в 2010 році, коли будувалася дорога у парку Горького, то тоді було б зрозуміло, що на той момент у генплані були відсутні матеріали щодо цієї траси суперечливої. Це вже потім вступили в силу поправки, якими в 2011 році ця дорога була введена до законного бутінного статусу. Але це було без обговорення. Отже, ми пропонуємо кандидатам в депутати, місцевих рад, взяти до уваги потребу забезпечити оприлюднення матеріалів, як генеральних планів, так і схем планування території Харківської області і районів області. Це важливо, насамперед, для того, щоб потенційні інвестори, в тому числі іноземні, бачили, які, скажімо, ділянки території крупними масками є доступними для будівництва промислових об'єктів, де можна розвивати зони відпочинку і лише зони відпочинку, а не робити там дерева і будувати промисловість. Де і як буде розвиватися транспорт, про який зупинюся окремо. Якщо ми будуємо Харків як, взагалі-то, глобальне місто, відкрите місто, це наша перспектива, то треба дивитися, що робиться у світі. А у світі система транспортна, вона вже розвивається на нових технічних і технологічних можливостях. Те, що ми бачимо в нас, то всі ці і лінії громадського транспорту, і дорожнє господарство, це все, як правило, побудовано ще в 20-му сторіччі. І на технічній і технологічній основі, щодо громадського транспорту, ще навіть там не 80-х, а 30-х років минулого сторіччя, на жаль. І це все законсервовано. І ми отримали там новий рухомий склад тролейбуса, трошки трамваї, але це не вирішує нічого. Нам розповідають, що це дуже небагано. Але якщо порівнювати з... Якщо поїхати до Кракова, поїхати до Варшави, до Праги, то ми побачимо там якісно новий технологічний рівень. За роки, за останні десятиріччя, ну, скажімо, після 2006 року, в Харкові не побудовано жодної транспортної розв'язки у різних рівнях, наприклад. Тобто не лише електротранспорт. Але щодо електротранспорту. То ми пропонуємо звернути увагу на той же генеральний план, чинний, в якому намічено демонтувати в центральній частині міста 18 кілометрів трамвайних ліній. В тому часі на Московському проспекті, на Полтавському шляху, на проспекті Правди, вулиці Тринклера, вулиці Красноармійській. Тобто на Південному вокзалі, наприклад, планується трамваї ліквідувати. Тобто до Південного вокзалу генеральним планом пропонується позбавити харків'ян можливості під'їхати трамваєм. Натомість пропонується побудувати біля 20 кілометрів трамвайних колій. Але це за період, який пішов, не виконано. Тому ми, як наказ майбутнім кандидатам депутати, формулюємо все ж таки звернути увагу на те, що треба не лише ламати, а й будувати, і розвивати електричний транспорт як екологічний транспорт. Це дуже важливо. Це наше чисте повітря. Ми маємо дихати чистим повітрям, бо це право гарантоване Конституцією на життя людині, на безпечне і здорове довкілля. Це дуже важливі права людини. І ці права забезпечуються саме завдяки розвитку екологічного чистого електричного транспорту. Також це і заборука безпеки енергетичної нашої України, оскільки в Україні електроенергія виробляється власна, а бензин і дизельне пальне ми купуємо за кордоном. І тому для нас життєво важливо розвивати саме транспорт електричний. І особлива увага тут до трамвая має бути. До того трамвая, який, на жаль, є не в фаворі у теперішнього місцевого самоврядування. Ми бачили серію демонтажів на трамвайних корінь. На вулиці Пушкінській, біля центрального ринку, це просто жахливі і марні ініціативи, тому що харків'яни відчули, на вулиці Пушкінській ми бачимо навіть погіршення ситуації щодо пропускної спроможності, пропускної здатності вулиці Пушкінської. Оскільки є безлад щодо паркування. Паркування легкових автомобілів – це велика тема, але це також важливо. Спасибі. Якщо можна буде, потім буде допомогу. Я тут хочу підкреслити, що цей документ і інші документи з Вильного фронту – це фаховий документ. Це не просто бажання громадськості, це експертна думка. Я хочу підкреслити, що пропозиції Зеленого фронту увійшли свого часу у програму з охорони навколишнього природного середовища України, яка затверджена була Кабінетом міністрів. Що сьогодні Зелений фронт увійшов у платформу громадянського суспільства, яка створена в рамках асоціації з Європейським Союзом. І саме наші пропозиції щодо транспорту, наші пропозиції щодо енергетичних питань, наші пропозиції щодо охорони довкілля увійшли у документи, які сьогодні в межах цієї платформи розглядаються при імплементації тих директив, які ми маємо виконати для того, щоб виконати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто ці пропозиції є фаховими. Я раджу кандидатам в усі депутати, я раджу виборцям звернути на них увагу. І це не просто звернути увагу. Ми тут пишемо механізм, який пропонується кандидатам в депутати, чи мери, чи інші виборчі посади, які сьогодні будуть по всій області, не тільки по місту Харкову. По-перше, ми гарантуємо, що ті кандидати, які приймуть ці пропозиції і зрозуміють їх, і будуть виконувати, отримують всебічну підтримку від наших активістів, від нашої організації. І ми будемо відслідковувати, чи виконують вони це. Ми не зліземо з них, щоб все це було зроблено. Бо це питання життя та смерті для харків'ян. Все дуже серйозно. Я хочу надати слово Ірині Гончаровій, яка є координатором нашої організації і за фахом лікар. Доброго дня. В зв'язку з тим, що вони представили як лікаря, я і торкнувся в першу чергу тих питань, які безпосередньо пов'язані з охороною здоров'я і з питаннями санітарно-гігієнічними. Тобто, не є великим секретом, що повітря в Харкові забруднене, що у нас особливо на центральних магістралях перевищуються і викиди СО2, що у нас повсюду в Харкові у зв'язку з певними особливостями ґрунтів має місце велике запилення. І врятувати нас від цього можуть тільки зелені насадження. Але, на жаль, органи місцевого самоврядування Харкова цього не розуміють. І площа зелених насаджень постійно скорочується. Але це, звичайно, а це знову ж таки погір, що ще більше пилі, ще більше викидів ЦО2. І навіть є такі дослідження іноземних вчених про те, що когнітивні, це таке спеціфічне слово, познавальні здібності дітей, які вчаться в школах, корелюються з тим, чи є біля цієї школи сквер, парк або якісь зелені насадження. Тобто, в тих навчальних закладах, де поряд є зелена зона, діти вчаться і за своє знання краще, ніж в тих школах, які всередині мікрорайону, оточені будинками. Тому це здоров'я фізичне і здоров'я психічне наших харків'ян. Тому я долучилася до розробки цієї програми, щоб покращити здоров'я нас усіх. Також є така важлива тема, це пов'язано з забрудненням води. Ми всі бачимо, що в Харкові заасфальтовані багато лівнівих стоків. Через це не тільки затоплюються машини, але виходить, що ця брудна вода виспосередньо стікає у відкриті водойоми, з яких вона потім використовується для інших потреб. Тільки лише 40% від потреби є тих лівніприйомників, і більшість з них немає фільтрів. Тобто, вода не фільтрується, і все це в такому ж вигляді потрапляє в ріки. Туди змиваються залишки машинного масла і бензина, і того, що залишається від машин, які їздять. Потім з часом наступає момент, коли ми все це будемо пити. Також на нашу така проблема велика для здоров'я харків'ян – це підприємства, які перевищують норму шкідливих викидів. Особливо це кексихім, там люди постійно скаржаться, там велика кількість бронхіальної астми, легеневих захворювань. Онкологія в цьому районі дуже підвищена, і з тим обов'язково треба щось робити. Тобто, екологія і здоров'я безпосередньо пов'язані. І тут я хочу підкреслити, що жодна екологічна проблема не може бути вирішена лише владою, лише бізнесменами, лише громадськістю. Тільки об'єднання зусиль усіх трьох цих стовпів дасть результат. Є багато міжнародних програм, є програми міжнародних фондів, банків, які фінансують, але фінансують лише там, де є консенсус, де є злагода між суспільством, між владою та бізнесом. Якщо ми не зможемо з вами сформувати таку владу, таку громадськість і такий бізнес, щоб вони працювали разом заради вирішення цих проблем, ми будемо сидіти у розбитого карита і надалі. Бо не вирішуються проблеми наскоком громадськості. Це міф. Не вирішуються проблеми лише, якщо десь у кабінеті комусь слушна думка з влади потрапила. Всі мають об'єднатися. І ось задання на вибори виборцям Харкова, щоб вони обрали тих, хто буде співпрацювати і з ними, і з бізнесовими структурами. І пам'ятати, що жодна бізнесова вигода не може бути поставлена вище за безпеку харків'ян, за безпеку довкілля. Я хочу додати ще про систему управління екологічного. Якщо ми подивимося на місто Нюрнберг, це місто по братим Харкова, перший віце-мер міста Нюрнберга, Петер Плушків, він приїздив до Харкова, це дуже така гарна людина і друг нашого міста. Він еколог. Тобто друга людина за управлінням містом, це еколог. Без нього ніяке рішення не приймається. В нас і в місті, і в області еколог стоїть 25-й у системі влади, чи 125-й. Що ми візьмемо? Наприклад, місто Харків, міська рада, комісія, як називається, транспорт та зв'язку та екології. Це ганьба. Екологічна безпека – це такий важливий напрямок, де немає місця, немає часу на інші. А в нас так, телефон зламався, все, комісія вже забула про екологію. Це страшно. Як називаються департаменти, подивіться, ніхто не розглядає екологічну безпеку людей в Харкові, в Харківській області. Та, на жаль, і в цілому в Україні ця проблема є. У нас є райони в області, де жодного еколога ніколи в житті не було. До чого це призводить? Це призводить до погіршення стану здоров'я людей, до руйнування екосистем, до прийняття таких рішень, за які будуть наші нащадки, потім нас проклинати реально. Тут цей документ складається з багатьох таких напрямків. Всі вони дуже важливі. Ми вам дамо з ним ознайомитися. Він буде вивішений в реальному часі, може сьогодні-завтра, на сайті «Зеленого фронту», у фейсбуці «Зеленого фронту». І я хочу тут додати, що цей документ відкритий. Ми даємо можливість усім громадським організаціям, рухам долучитися до нього, додати свої побажання, свої експертні пропозиції, щоб ми обирали не шлунком, не якимось там серцем, не гарних хлопців, які потім нічого не зроблять, а щоб ми обирали те, в чому ми хочемо жити, і змусили виконувати це тих представників місцевого самоврядування, які йдуть на вибори. Чи є бажання виступити? Ну, я как бы більше в організацій роботи, що називається «В поле», в'їжджаю на рубки, віжджаю своїми глазами, як це у нас все производиться. Я тут, який недавно участвував, с місяцю назад, в іншій прейс-конференції. Конечно, це ситуація у нас катастрофічна, в принципі, все, що відбувається з городом в останні роки, в момент, як в власть прийшла у нас известна особа, я думаю, що все це, в совокупності, могло бы весьма соответствовать статье «Екоциф», тому що, ну, про історію, це відбувається, відбувається, люди жалуються з разных районів, періодически на те, що жгут мусор. Я живу в относительно экологически чистом, ну так, в коробочках районі Павлова поля, у нас все-таки фактор леса, но періодически ночі просыпаюся від каких-то жутких запахів, горілого, что-то там, либо там мусор палит. Так, честно говоря, і не оприделось точно. Периодически згоняло МЧС, є там у нас ще монокрістал, який теж, судя по всему, прикладує другу к загрязнению, там проєдеш, у нього теж запахи там хімічні, такі весьма сильні, на що жалують, судяки, рівнически. Ну а насчет того, що, ну, вообще, в целом, эта екологія, конечно, це все, всеобіемлющий, такой вопрос, і, конечно же, вот эта вся наша сложившаяся бизнес-структура в городі, коли фактически монополізувався весь ринок, ремонт, коммуникації, всього, как бы, вот я, как бы, тоже наглядно, своими глазами вижу каждый день, я живу на полном полі, вот иду вдоль проспекта Ленина, у нас там идет, видимо, трасса, теплотрасса, ее уже раскапывают в течение года раз двадцять, наверное, причем копают в пределах пяти метров одну ту же яму, уже за те же деньги, что они там вот это вот производили ремонт, уже можно было заменить полностью эту теплотрассу. И вот таким вот образом у нас расходуются деньги. То есть это, опять же, делает какое-то коммунальное предприятие, которое ни за что не отвечает. Был бы это какой-то частный, по-честному тендеру выбранный подрядчик, можно было бы привлечь к ответственности, не дают гарантию на свой ремонт. Тут люди ни за что не отвечают. У нас такая сложилась ситуация нашему гениальному руководителю, такая, что никто ни за что не отвечает. Одно КПС должно другому, это ж каждый раз они выкапывают яму, потом надо провести культивацию какую-то, относить каких-то, каких это стоят средств. Вот, поэтому все эти проекты наши тоже, гуляя по лесопарку, там проложили ту лэп в бытность предыдущего родоначальника, обосновывая это тем, что якобы очень дорого им был один альтернативный проект, пытаясь сделать подземную эту лэп, якобы она стоила дороже, но теперь это там всякий раз, это открытое место в лесу, естественно, там появляется подлесок, поросль, ее каждый раз рубят, раз в два года как точно, каких это стоят средств, опять же, непонятно, специальная машина это рубит, при этом гибнет куча там птиц, потому что рубят обычно это все в период цветения и листьев, и… гнездо этих самых воронов, только что родившихся там… То есть все у нас, к сожалению, настолько непрозрачно, и нет, даже в той же Москве я там, когда еще интересовался новостями из сопредельного государства, там была у них система мониторинга воздуха постоянно, у нас такого до сих пор нет. Это на что надо тратить деньги, вот сэкономленные еще безумные совершенно проекты типа озеленения, высаживания этих одногодичных растений, растений одногодок. Я как бы вот, ну, просто сейчас хотя бы по городу с коммуникациями, это просто сейчас, видимо, уже за эти пять лет ничего в это не вкладывали, и ситуация уже достигла около… ну, состояние около катастрофического, потому что течет везде, течет постоянно, я недавно тоже гуляя по лесу в районе Алексеевки, ты услышал какой-то бурный поток, а там как бы есть водоем, неужели так будем шумить так ручей. А течет сверху с Алексеевки, уже течет четыре месяца, уже прорыло там основательный коньем, он такой, это уже эрозия почвы, что-то начались на территории Даниловского лесхоза, я разговаривал с местными жителями, не жалуются, уже ходили к начальнику водоканала, ну, естественно, всех их там отфутболили. Вот такая вот она ситуация. Я тоже гулял на источнике, там прекрасные цветочки, сверху деревянная церковь, тоже отдельный вопрос, как эти церкви строят вместо парков у нас. И там в секунды полил просто водопад, в котором там начали фотографироваться дети, там у меня страничка в фейсбуке, я там все это выложил. Просто вот это очень символично, там эти растут цветочки, все ходят восторгаются этим сарженным яром, но всю эту красоту смывает за секунды вот этой катастрофической ситуацией с нашими, как бы, коммуникациями. Так что вот эти вопросы обязательно требуют решения, и они на поверхности. Да, спасибо. У нас есть еще один участник сегодняшней пресс-конференции. Я прошу прощения. Еще две очень короткие тезы. Первое. Это требует майбутним кандидатам в депутаты у МИСРАД, у других РАДах Артемской области обеспечить строительство велосипедной инфраструктуры. Потому что это экологический вид транспорта. И не просто будь там уздовж магистрали, а там, где велосипедистам будет удобно. То есть на улицах не магистральных, а другарядных с меньшим рухом автомобильного транспорта. И у нас есть проекты щодо строительства велодорожек в лисопарке. Так, мы считаем, что в лисопарке велосипедисты чувствуют себя и так хорошо. А створювать эту инфраструктуру, и дорожки, и парковки для велосипедов. Слід по всему мисту ревномерно. И где за друга, треба обовязково розвивати раздельное сбирание бытовых отходов. То есть в нас ликвидировали, закрили доступ до смертепроводов в наших будинках. Это был первый крок. Но надо делать следующий крок. Треба не только собирать пластиковые баклажки, а и тетрапак, и скло окремное, и папир окремное, и органические отходы, которые идут на биогаз. Мы уже отстали даже от украинских городов. Я прошу прощения. Иван Франков собирает отдельное множество городов. Мы отстали от всей Европы, это понятно. Уже в Будапеште, уже в Бухаресте собирают раздельно мусор. Причем в Бухаресте сортируют даже по цвету пластиковые бутылки. А у нас... И это же, прошу вибачене, важливым ресурсом. Если мы научимся раздельно собирать, то мешканцы, будинки, где ОСББ будут створювать, смогут зарабатывать. И что аж кричит, это нужно налагодить изобретение, выучить даже небезопасных отходов, таких как батарейки, аккумуляторы маленькие до мобильных телефонов, люминесидные лампы, потому что они местят ртуть. А это речевина токсичная. Когда она потрапляет до звалища, простою мовою кажучи, то это беда. Отже, это предписано теперешним законодавством, но игноруется, на жаль, нашими сегодняшними органами силового самоврядувания. Дякую. До нас приехала людина поза Залютина живая. Я хочу, чтобы вы просто понимали, что сейчас происходит. Люди, которые в центре, они не знают. Расскажите, представьте себе. Я на русском буду. Здравствуйте. Меня зовут Рейдинг Олександр. Я пенсионер. Живу я в селе Сиряки. Есть такое название – село. Кто не знает, вроде оно как таежный тупик, но на самом деле с нашего села до метро Полтавский шлях 8 минут ехать на автомобиле. Рядом. С одной стороны окружной дороги Залютина, а с другой, между двумя перелесками, село находится Сиряки. И там небольшое село, порядка 40 или 60 домов. Значит, такая история. Лес находится около нашего леса. Значит, с одной стороны проходит окружная дорога. С другой стороны Сумская трасса. Рядом 35 через трассу, где-то километра полтора-два. Чуть дальше, километра два, Слоницинская мебельная фабрика. Тоже очень вредное производство. И силикатный завод. 35 труба дымится каждую, ну, каждый день дымится. Когда на газу работает, нет вопросов. Но бывает так, что 35 переходит работать на мазут. Когда переходит на мазут, даже нам слышно, там есть ливная эстакада. Я бывший работник 35. Когда мазут сливают, у него специфический запах сырой нефти. И оно разносится по всей округе. Слышно его. Ну и постоянно... История такая, года полтора-два назад приехали ребята в форменной одежде жилком сервис. Их человек двадцать, машина ездила. Они около нашего леса ходили и колышки забивали. Я говорю, ребята, что вы делаете? Мы лес забрали в город Харьков. Теперь это лесопарковая зона города Харьков. Это официально мне Слоницинский поселковый совет. Мы к нему относимся сейчас, сказал. Я говорю, а как Харьков? А село? Нет, село нам не надо. А вот город... Все вопросы до Геннадия Адольфовича. Вот это теперь лес Харькова. Хорошо. И этим летом, где-то в начале июля, началась массовая вырубка леса. Лес дубовый. А дуб растет до 400-600 лет. Дуб хороший, древесина отличная. И такой, ну это строительный, хороший лес. Метров по 30. Диаметр сантиметров 40-60. И все, блин, все в ужасе. Понимаете? Куда я только не... Ну мы все обращались. И в лесничество обращались все. Ну везде звонили. И вот мы обратились. Вот есть такая горячая линия правительственная. Вот я могу зачитать. Мне нам прислали вот такую отписку. Тезис. Ну, ну. На ваше звездение на горячую рядовую линию поведомляем там, что Харьков, Горячевское лесничество. Площадь 3 гектара. Ведеться Суцина, санитарная рубка. Ну, лесовый квиток. Тут все прилагается. Ну, что же они делают? Они режут хороший. Прямо косой косят. Все подряд. Потом, что они делают? Вечером или днем даже. Обкладают эти пеньки этими ветками. И костер. День и ночь горит костер. Гарь у нас стоит. Понимаете? Стоит гарь. И вот они сжигают эти ветки. Хотя эти ветки, форост, можно было как-то, говорится, людям продать. Там это самое. Зачем их сжигать? Но дело даже не в сжигании. Сейчас там площадь вырезали хорошей древесины. Порядка, наверное, 3-4 футбольных поля. Ну, 3 гектара. И вот тут они дают такую выписку. По Дягачевскому району они планируют 12 гектаров леса уничтожить. Лес хороший. Понимаете? Мало того, рядом с этим вырубкой находится братская могила. Там 3,5 тысячи лежит военнопленных и местных жителей, которые немцы в июле 1943 года там расстреляли в этом лесу. И вот все жители мы в шоке. И сейчас, пожалуйста, там уже приготовили строительный майданчик. Площадка уже. То есть там будет или увеселительный комплекс очередной. Там рядом асфальтовая дорога. И мы все в шоке. Просто люди меня попросили. Я пенсионер. Я на автомобиле. У нас человек 20 или 30. Инициативная группа. И все. Никому ничего не нужно. Вот это же да. И я, пожалуйста, обращаюсь к кандидатам в депутаты. Вот на будущего городского головы кто будет. Обратите внимание на это варварство. Я по-другому не могу сказать. Это варварство называется. В нашем 21 веке. Что же мы по селе останем? Пустыню мы оставим нашим внукам. Это будет очередное увеселительное заведение. А их и так у нас достаточно. Точно по Сумской трассе. Если от подворок до Сланицыки проехать. Их четыре уже есть. Комплексовые увеселительные. Вот это у меня такое дело. У меня есть телефон. Есть фотографии и все. Кто заинтересован. Документы я оставлю? Я уже комментирую. Я предлагаю ответить. Я могу оставить этот документ. И в вопросах уточнить те моменты, которые... Я одну секунду. Это не исключительно. Это вот система. Это не то, что вот мы нашли одного такое село. Это система. Да, если можно коротко и тезисно. Можно? Да. Представляйтесь. Капельёвич Александр. Общественная анициация «Моральная инициатива». Вот я хочу по поводу деревьев в дворах. Вот я живу на Чайковской, по большому дворе. Да. Вот я разбирался как-то, как там эти вопросы решаются. На самом деле там план составляется, что там пять подписей и всяких структур, а потом приезжают трубщики и делают что-то свое. Вот. То есть... Если можно... Да. Значит, вопрос о предложении. Вот вы предлагаете экологов подключить, как мы делаем. А жители? А жители? Вот просто в окно есть ответы. Одним нужно то, другим другое. Не реформировать, не реформировать, что можно делать. Да. Смотрите, этот вопрос, вот как ни странно, был решён во многих городах, в том числе в Донецке. И решение совершенно простое. Исполнение закона. Есть поставлять 10.45 кабинета министра Украины правила знесения зеленых насаджений населенных пунктов Украины. И там чётко прописано, что должна создаваться комиссия. У нас просто вот город по беспределу. Вот это всё по беспределу. Если создаётся комиссия, в неё предусмотрено, чтобы вошли заинтересованные стороны. То есть мы предлагаем, чтобы вошли и общественные активисты. И так сделано было в Донецке. Ну, сейчас, к сожалению, там всё ужас, что происходит. Там во многих городах Украины пошли по нормальному пути. Создаётся комиссия. Все, кто хочет, эксперты общественных организаций, научных учреждений, местные активисты, входят и решают судьбу. То есть информирование? Да. И должна быть информирование. Должна быть возможность взять дерево на поруки, как в городе Побратиме-Нюрнберге, например. Может организация или частное лицо взять дерево на поруки, ухаживать за ним сам. Там как-то это самое. Или какой-то участок парка. У нас это всё невозможно. Потому что кому-то стукнуло, пришли дальше. У нас закон никогда не выполняется. То есть комиссия создана когда-то задним числом. Она уже есть, якобы. Комиссия не приходит на место. Потому что подписывается в акте государственного образца. Подписывается, например, Китанин. Он из кабинета не выходит. Вы что, видели когда-нибудь, чтобы он ходил по дворам и исследовал деревья? То есть это всё формально, формализовано. Дальше. Не выполняется. Даже акт не заполнен. Я не видел ни разу за последние 5-6 лет заполненного акта. Там есть такая графа, сколько деревьев остаётся. То есть если этот акт был заполнен, мы можем проверить, вырубили они или нет. А так вот создаются акты с пустой вот этой графой. И с этим актом, например, на три дерева можно приезжать сто раз по одному и тому же адресу. Ну так, как один из примеров. То есть это фальсификация. Всё это для милиции было бы, для прокуратуры огромное поле деятельности. За это одно уже можно садить всех подписантов каждого этого акта. Но, к сожалению, у нас, ну, какие-то очень добрые правоохранительные органы, которые на это не смотрят. Вот почему мы и говорим, что надо, если бы была воля депутатов, если бы были депутатом. Потому что у нас получается на сегодняшний день законодательная власть области, города, любого района, это предаток исполнительный. И всё, не более того. А должно быть наоборот. И если можно, то есть вопросы. Я тогда два последних задам. Скажите, пожалуйста, очень много и митинатив. И по раздельному утилизации мусора. И по вырубке деревьев. То есть много активистов, которые встают на защиту зелёных насаждений. То есть как вы с ними будете координироваться и объединяться? Потому что когда каждая организация такая борется отдельно, то это достаточно сложно. Как вы представляете эту работу? Ну, консоидация усилий экологических, общественных организаций и общественных организаций самого различного профиля никогда не была проблемой. Мы, например, являемся членом Хортицкого форума. Это объединение большинства экологических организаций Украины. Мы являемся членами антифрекингового движения Украины и многих таких. Единомышленникам для доброго дела очень легко объединиться. И вот в Харькове мы сотрудничаем. Вот есть организация «Альтернатива» в Песочине. Есть Харьковская правозащитная группа, которая очень много нам помогала в разных вопросах, в том числе и в тех, что вы назвали. Молодежная правозащитная группа. Ну, очень много. Школьные есть организации. «Савкин Яр». Организация, которую в основном костяк составляют студенты национального экономического университета имени Кузнеца. Я с Гарматской варта. С Гарматской варта. Очень, ну, я боюсь, сейчас кого-то не назову, обидятся. «Мама-86» Харьковский филиал, национальный экоцентр Украины, «Амальшанский национальный парк». «Печень». 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 Да. Тоже. Разные, да, организации. Очень много организаций, хороших, очень много замечательных людей в Харькове и инициативных групп, и отдельных личностей. «Вейст-эко». Мы совместно проводили международные конференции по отходам. Приезжали профессора из Колумбии, приезжали из Кипра. Замечательно. Весь мир рядом. Я почему спрашиваю? Вы говорите о поддержке кандидатов. Вот к чему? Вы же не просто четыре человека вышли. То есть за вами есть люди, единомышленники, которые вот действительно готовы поддержать тех людей, которые идут в городской совет, в областной совет для того, чтобы распространять эти идеи и программы. Правильно? Да. Мы собираемся, тех, кто поймет, тех, кто возьмет на себя вот эти обязательства, будет их развивать, будет их, может, в свои программы, в свои дискуссии, в свои предложения. И будет гарантировать, что он будет этим заниматься. Здесь целый ряд предложений. Мы озвучили их частично. Ну, понятно, что документ на восьми страницах, он серьезный. И это не для одного дня, не для одной секунды обдумывания. Так вот, мы будем и как избиратели голосовать. А чтобы вы понимали, во всем мире и у нас уже начинается. Есть уровень общественных организаций, он выше, чем уровень политических каких-то там партий, движений и так далее. Потому что за нами больше людей. Мы защищаем не средственно людей, а не политические амбиции или интересы. И вот, например, в обществе охраны природы Баварии, по-моему, в 10 раз больше членов, там 200 тысяч членов, чем в любой партии, в самой крупной партии той же Баварии. И у нас к этому идет. И сегодня, ну, у нас около сотни, конечно, активистов, не столько еще, как в Баварии. Но я надеюсь, что идем мы в нужном направлении. И я бы хотел сказать, что мы и как избиратели будем, и будем при своей работе с общественностью тоже делать акцент на этих депутатах, помогать им по мере возможности. Даже, может быть, их какие-то списки, их слова будем публиковать на своем сайте, чтобы как-то им помочь. Вот. И в дальнейшем отслеживать будем и помогать, конечно, тоже будем работать. Скажите, кто-то из депутатов или кандидатов уже заинтересовался в вашей программе? Сегодня наша презентация, мы ее сегодня показываем людям и ждем ответа и от избирателей, и от общественных организаций, и от депутатов. Я думаю, что ответ будет, потому что мы обсуждали это с кандидатами многими. Некоторые, я думаю, что и с одобрением к этому уже отнеслись. А обращения какие-нибудь уже отправляли на какие-то политические партии? Мы собираемся всем политическим силам в открытом доступе предоставить это на нашем сайте. И думаю, что реакция будет, надеюсь. Но хотелось бы, чтобы это была реакция не просто формальная, что возьмут кусок, поставят себе в программу и все, а чтобы это было ответственное решение, сотрудничество. Вы готовы сотрудничество? Да. Вот Павел, представитель «Альтернативы», как раз Павел из Песачинской организации «Альтернатива». В частном характере, давайте вы уточнение тогда, потому что у нас следующая пресс-конференция. Вам спасибо большое. И вам спасибо. Тогда я скажу, что вот Песачинская организация «Альтернатива» уже вот взяла поддержать нашу вот эту инициативу, и они рассмотрят вот эти предложения и… Ну это же общественная организация? Да, да. То есть вы рассчитываете на политические силы сейчас? Ну и на политические силы, и на конкретных политиков, чтобы они поняли, что нужно Харькову, и действовали на благо общества. Опять мы увидим те унылые какие-то штампы в программах, как это было в прошлые годы. Да, хорошо. Спасибо большое. Ожидаем активности. И если будут какие-то результаты, я буду в соответствии на пресс-конференции. Спасибо. Дякую вам.